Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Давайте вместе посмотрим, что нас ждет сегодня в выпуске. Грубо обошлись. Краевое ГУВД назначило проверку по применению насилия полицейскими к мужчине на костылях. Издевательства, оскорбления и даже насилие. Почему конфликты между учителями и учениками возникают все чаще? Смотрите далее. На основе классики алтайские театры помогут освоить школьную программу. Итак, Следственный комитет России проверит законность алтайских лесозаготовок. С соответствующим запросом в СУСК обратились представители регионального министерства природы. Тема о бесконтрольной вырубке ленточного бора уже давно вышла на федеральный уровень. Из последних обсуждений – выход программы и спецрепортажей на центральном телевидении. В эфире одного из телевизионных каналов приняли участие представители генпрокуратуры, общественники, а также депутат Алтайского зоксобрания Василий Железовский. Эксперты отмечали, что вырубки деревьев ведутся как в особо охраняемых территориях, так и в ленточных барах и заказниках. Все это и послужило поводом для обращения к следствию. Минприроды заверяет, что обнародуют результаты проверок в открытых источниках. ГУВД Края начало проверку по применению насилия полицейскими к мужчине на костылях. Случай произошел в горняке Локтевского района. Поводом для проверки послужило видео из соцсетей. На кадрах видно, как мужчина на костылях общался с лицами в форме возле автомобиля. Вероятно, гражданин правоохранителям показался слишком настойчивым. Они грубо оттолкнули мужчину от машины. Но не удержавшись, тот упал, успев ударить костылем по кузову авто. Это явно не понравилось полицейским, поэтому они решили выйти и разобраться. Самостоятельно встать потерпевший не смог. Чтобы убрать лежащего на дороге мужчину, должностные лица не нашли способа. Лучше как оттащить его на тротуар. Теперь правомерность действий людей в форме проверит Главное управление МВД региона. Если будет установлено, что к данному инциденту причастны сотрудники полиции, то они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также будут наказаны их непосредственные руководители. К другим темам. Барнаул перенасыщен автомобилями малой вместимости. По мнению ряда местных депутатов, это одна из причин невостребованности общественного транспорта. Прежде всего муниципального, трамваев и троллейбусов. Сегодня в день 70-летия предприятия городского электротранспорта депутаты Краевого Заксобрания, Барнаульской думы и министр транспорта региона обсудили, как оставить Барнаул на рельсах. Своё 70-летие городской электротранспорт отмечает не в лучшей форме. Автопарк почти полностью изношен. Но благодаря текущему ремонту все 60 троллейбусов и 228 трамваев пока в строю. Новые вагоны покупать не на что. При утвержденном тариже на проезд 19 рублей за поездку, фактически себестоимость перевозки одного пассажира за 9 месяцев составила 20,39. Каждый месяц расход предприятия превышает доход на 2 миллиона. И это с учетом 200 миллионов рублей компенсации в год. Как убыточное предприятие поставить на рельсы, краевые депутаты спрашивали у городских. Где брать деньги на ремонт, зарплаты и прочее? Это статьи тарифной составляющей, поэтому здесь тариф должен регулировать. Но эти расходы, они же зависят, мы понимаем, от материально-технической базы. Чем она хуже, тем этих расходов больше, соответственно, тариф выше. Поэтому здесь схема завязана. Без инвестиций мы не поменяем тариф. Из двух вариантов – поднять тариф или увеличить субсидии – депутаты не выбрали ни один. Они предложили разработать специальную программу поддержки городского электротранспорта. Его преимущество перед частным подчеркнуло министр. Тот же трамвай, в отличие от автобуса, занимает на городскую площадь 0,33 квадратных метров, а автобус 0,8. То преимущество его с точки зрения градостроительства и передвижения пропускных способов тоже неоценимо. Тем более, что он перевозит сразу такое большое количество в пиковые нагрузки пассажиров. Но не проще ситуация и в автобусной сфере. Предприятия компенсации не получают, заявил владелец одного из них Валерий Касплер. Ситуация в автобусах большой вместимости, большой вместимости почетки. Очень серьезно. За четыре года не куплено ни одного автобуса. Автобус разваливается и гниет быстрее, чем трамваи в разы. Сегодня экономически обоснованный тариф 35 рублей. Это не мы считали. По его словам, в городе давно нет стратегии развития транспортной отрасли. Поэтому пока профильный министр от края поручил городской власти разработать схему пассажиропотока и рассчитать необходимые маршруты. Возможно, в будущем это позволит найти баланс между стоимостью проезда и безубыточностью сферы. Две сотни молодых предприимчивых людей из 25 регионов страны встретились сегодня в Барнауле. Здесь проходил десятый всероссийский слет сельской молодежи, который призван мотивировать начинающих предпринимателей работать и жить на периферии. Но насколько это актуально и с какими трудностями сталкиваются сельские деятели, далее в сюжете. Когда-то Дмитрий Свещо начинал с открытия кафе. Сейчас он руководит первой и единственной некоммерческой организацией в Рубцовском районе по оказанию поддержки таким же сельским стартаперам, каким был он. Самостоятельно создать свой проект вдали от Барнаула тяжело. Только здесь можно зарегистрировать свое дело и выбить помощь со стороны государства. Более того, для открытия бизнеса порой не хватает элементарного помещения, не говоря уже о более серьезной инфраструктуре. Была у нас девушка, например, с идеей детский сад частный открыть. Но в городе это один момент открытия детского сада в деревне. Есть потребность, есть целевая аудитория. Не нашли просто подходящего помещения. Инициативные организации действуют во всех регионах страны. Пока это наиболее эффективная система по поддержке различных проектов, реализуемых в селах. В такой работе госструктуры напрямую не участвуют. Развитие сел, как было упомянуто не раз на съезде, дело рук самих молодых активистов. Слет может помочь найти экспертов по вопросам создания социальных, экологических, образовательных и творческих проектов. Проект не предусматривает грантовую поддержку непосредственно как проект. Но у нас много вопросов, которые освещают именно возможности получения грантовой поддержки. Наиболее престижный, подъемный для молодых предпринимателей президентский грант. Чтобы его получить, необходимо доказать важность своего проекта на нескольких этапах. И подобный всероссийский слет – одна из немногих возможностей воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. Елена Кузовкина, Ирина Харитона, Андрей Печоркин. Наши новости. В последнее время, отмечают психологи, участились случаи конфликтов между учителями и учениками. Последний громкий инцидент на днях произошел в Сахалинской области. Но подобные ситуации были и на Алтае. В причинах и последствиях таких конфликтов пыталась разобраться Анастасия Дороган. У тебя родители есть? Есть. Они вообще адекватны? Я уже вижу, что ты неадекватна. Приемный материал. Ты приемный? Этот монолог уже разошелся на цитаты. Строгая учительница отчитывает девочку за дырку в кофте, переходя на личность. Поведение для преподавателя неподобающее. Она уже уволилась. Но это лишь единичный случай. А в интернете сотни таких историй. Придирки травли. Этому даже есть научное название – буллинг. И в последнее время много говорят именно о неэтичном отношении преподавателей. И Алтай в этом списке не исключение. У барнаульского второклассника развился невроз на его фоне и нурез. Его учительница не стеснялась в выражениях, пересаживала на задние ряды, зная о проблемах со зрением, занижала оценки. Вот так мальчик реагировал на школу. Как говорят психологи, такая травля от учителя бьет по детям больнее, чем от сверстников. Особенно в начальной школе, ведь для малышей преподаватель – вторая мама. Ее словам верят, и те могут не только ранить, но и развить комплексы. Ребенок, конечно, закрывается, у него падает самооценка. Иногда это может привести к негативным последствиям. Ребенок либо закроется настолько сильно, что он не сможет адаптироваться в обществе, иногда это может привести к агрессивным проявлениям. Сегодня в каждой школе стараются держать штатного психолога, но в сельских его часто нет, а в городских уследить за всеми он не успевает. А порой помощь нужна и преподавателям. Сами они к таким историям относятся сдержанно. Наличие у всех технических средств, позволяющих вести аудио-видеосъемку, дает возможность детям снимать все, что они хотят, и выкладывать в соцсети. Не всегда показывая начало какой-то ситуации и чем она завершилась. Только то, что удобно ребенку. Ольга Казанцева, уполномоченная по правам ребенка в крае, советует не игнорировать такие ситуации ни той, ни другой стороне. И первым делом по закону рекомендует обратиться к директору школы, либо за сторонней помощью. Обращение к учредителю образовательной организации. Второе, возможно, обращение к уполномоченному по правам ребенка. И, безусловно, обращение в суд за защитой чести и достоинства. Кстати, семье барнаульского ученика выплатили 15 тысяч за моральный вред, а преподаватель продолжает работать в школе. Тем не менее, примеры реальных наказаний есть. Так, этим летом учительницу в Челябинской области осудили за издевательство над детьми. Ей дали два года условно. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Уже в декабре жители Бийска и Барнаула за вывоз и утилизацию мусора рассчитаются по-новому с региональным оператором, который в начале ноября приступил к своей работе. Все изменения, в том числе и увеличение тарифа, уверяют коммунальщики, только к лучшему. О том, как регионального оператора встретили в Наукограде, расскажем прямо сейчас. Новый федеральный закон, который сотворил мусорную реформу, многие жители Бийска восприняли в штыки, как и все новое. Тем не менее, с 1 ноября в Наукоград зашел региональный оператор. Отныне уборкой и утилизацией бытовых отходов будет заниматься специальная лицензированная компания. Сейчас работают 11 автомобилей-мусоровозов по маршруту. То есть они два раза в день. Вот эти контейнеры-площадки, на которых мы сейчас находимся, они убираются каждый день с кратностью некоторых два раза в день. Есть которые шахты, так скажем, в девятиэтажках, которые находятся, там можно по Санпину через день убирать. Компания уже расширила автопарк мусоровозов, а в резерве есть финансовые средства на случай, если техники будет не хватать. По словам представителей регионального оператора, жители Бийска еще не успели заметить разницу. Но то, что в Наукограде постепенно смогут справиться с мусорной проблемой, многие уже уверены. Организованно вошли в этот процесс, естественно, управляющие компании, которые как-то объединены уже, ТСЖ. Сейчас вопрос возникает больше по частному сектору, потому что там действительно, вот сейчас мы разговаривали с Игидмитриевичем Тастаном, у нас эти люди, ну, нельзя сказать, что совсем не приучены. Для них будет это абсолютно новая схема. И они должны к ней привыкнуть, наверное. Региональный оператор зашел и в частный сектор Бийска. Даже все микрорайоны, в которые раньше мусоровозы и не заезжали. В определенное время прибывает машина с контейнером, люди сбрасывают туда мусор, но пока не активно пользуются услугой. Еще не привыкли. Известно, что уже в следующем году региональный оператор по сбору и утилизации мусора начнет работу и на других территориях, в частности, в Заринске и Олейске. Елена Кузовкина, Марина Волкова. Наши новости. Освоить школьную программу помогут театры края. В Барнауле составили школьную афишу. В нее авторы включили те спектакли, которые поставлены по литературным произведениям. Одна из главных целей первого в регионе просветительского проекта такого плана – заинтересовать чтением современных детей. Это ученики начальных классов смотрят Денискины рассказы Виктора Драгунского. У театра «Кукол» самая представительная афиша в проекте. Помимо сказки участвуют драматические, музыкальные и молодежные театры. Всего 15 постановок. Пока идею поддержали 11 школ Барнаула и Новоалтайска, там, по всей видимости, самые активные учителя, литературы и директоры. В дальнейшем их планируют привлекать для составления репертуара школьной афиши. Сейчас ее разделили по частям. Идет вторая. И для начальной школы, и для средней школы, и даже старшеклассники найдут здесь много чего интересного. Для нас это важно. Почему? Потому что чтение, чтобы заинтересовать ребенка, важно, чтобы оно ожило, это чтение. Важно, чтобы книга, пьеса, персонажи ожили. И, конечно, театр дает такую возможность. Но вот, правда, сейчас не все произведения, которые изучают, в четверти сходятся с репертуаром. Этот недочет обещают исправить. Предполагается, что к проекту со следующего года присоединится большее число школ и театров края. В завершении выпуска по традиции о погоде. Спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт авиафлот.ру. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Минус 8 днем прогнозируют в Бийске и Камни-на-Аби. На градус холоднее в Алейске. До 10 морозов в Заринске и Змеиногорске. В Барнауле ночью до минус 13 днем около 10 градусов мороза. Без осадков. Юго-западный умеренный ветер. Напоминаю, телефонной редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.